Всем доброго дня, друзья! Я думаю, никому не нужно представлять компанию неолайн. Это один из лидеров рынка автомобильных гаджетов. Ну и сегодня у нас будет обзор на относительно новое устройство. Гибридное, то есть оно три в одном. Название у него Shadow. В этом устройстве компания добавила управление и обновление по Wi-Fi через фирменную утилиту. Катаюсь с ним уже несколько недель и мне есть что вам рассказать. Если рассматриваете комбо от этого бренда, тогда смотрите этот обзор. Обзор однозначно полезен. Как обычно, начинаем с комплектации. Здесь она, прямо-таки сказать, аскетичная. Первое, это, конечно, сам гаджет. Зарядное устройство-прикуриватель. Крепление на 3М-скотч на лобовое стекло. Четвертое, это пленка и запасной 3М-скотч. Инструкция пользователя. Ну и в подарок есть форма для заполнения вашего номера, который крепится под лобовое стекло. Рассмотрим гаджет со всех сторон. Передняя часть. Объектив плюс глазок радар-детектор. Верхняя часть. Разъем для крепления, а также есть контакты для другого типа, у которого питание в ножке. Но оно покупается отдельно. Лицевая часть. IPS-дисплей в 2 дюйма. Клавиши по бокам. Здесь они механические, а также микрофон. Правая сторона. Клавиша включения, разъемы для карты памяти и питания. Левая сторона. Клавиша экстренной записи. Нижняя часть. Здесь располагается динамик под решеткой. Гаджет сделан очень качественно. Никаких дребезжаний и люфта тут не замечено. Как я и говорил сверху, здесь есть управление по Wi-Fi, но там далеко не все. Основные настройки все же вносятся через клавиши. Меню вызывается верхней клавишей справа и стоит из четырех основных вкладок. Первое. Это настройки видеорегистратора. Тут же активируется и Wi-Fi. Много настроек. Например, заставка. Можно выбрать там спидометр или вообще отключить. Разрешение. Только Full HD. Качество записи. Я оставляю всегда высокое. Резкость. Контрастность. ВДР. Интервал записи от одной до пяти минут. И так далее. Настройок очень много. Но разобраться сможет каждый. Второе. Это настройки радар-детектора. Тут все, что касается настроек радарного комплекса. А также GPS-информатора. Ну, например. Настройка голоса. GPS-оповещение. Авто-турбо. Радиус зоны тишины. Максимальная скорость. Настройка К-диапазона. Лазер. Стрелки там и так далее. Настроек тоже много. Третье. Просмотр записи. Здесь можно просмотреть все, что гаджет отснял. Как обычные видео, так и экстренные. Четвертое. Обновление прошивки. Это в том случае, если вы обновляете не через Wi-Fi, а через карту памяти. Если нажимать клавишу справа-снизу, то переключается режим радар-детектора. Всего их три. Сигнатурный, трасса и X-Cope. Но про них чуть не было. Neoline Shadow может управляться и через Wi-Fi. Но прежде вам нужно скачать фирменную программу. Называется она Neoline Connect. Наводим камеру, выбираем свою операционную систему. У меня Android. И скачиваем. Тут все очень просто. Далее на самом комбо выбираем пункт включить Wi-Fi в настройках видеорегистратора. Кстати, есть пункт пароль и приложение Wi-Fi. Тут можно посмотреть сеть и пароль от нее. Подключаем смартфон к этой сети и вводим пароль. Тут все максимально просто. Ну и после заходим в приложение. В меню есть все важные для такого мобильного приложения пункты. Есть всего три вкладки. Первое. Онлайн просмотр. Как становится понятно, можно просмотреть все в режиме онлайн. Ну, что снимает ваш компа. Второе. Центр обновлений. Штука очень нужная. Тут скачиваете прошивки, а также новые базы данных GPS. И автоматически обновляете гаджет. Причем само устройство несколько раз перезагрузится. Как я понимаю, что прошивка сначала попадает на карту памяти, а далее неолайн ее подхватывает и обновляет себя. Что сказать, очень удобно. Не нужно никуда таскать карты памяти. Можно все сделать в машине через смартфон. Третье. Скачивание видео. Тут вы можете выбрать нужные вам видео и скачать их на смартфон. Также штука удобная. Потом эти видео можно переслать в любых мессенджерах. Сверху есть иконка шестеренки. Тут можно изменить сеть и пароль Wi-Fi. Отформатировать карту памяти, а также восстановиться до заводских настройок. Пару слов про возможности железа. Как обычно укажу, только важные для меня. Сколько я не искал, но так и не нашел, какой тут стоит процессор. А также производитель говорит, что установлена матрица от Sony. Но вот какая непонятна. Кстати, для моих подписчиков эта информация полезна. Разрешение тут максимально Full HD. То есть 1920 на 1080. И только 30 кадров в секунду. Угол разворота в 135 градусов. Это средний показатель. Максимальный объем карты памяти 256 гигабайт. Присутствует суперконденсатор. Поэтому в отличие от литиевого аккумулятора, он не боится жары или мороза. Если взять железо радар-детектора, здесь стоит уже хорошо себя зарекомендовавший модуль EXD2.0. Который представляет собой двойной LNA-усилитель сигнала. Простыми словами, радар-детектор именно по излучению отрабатывает очень хорошо. Из больших расстояний. Позже все покажу на видео. Также присутствует лазерный приемник с усилителем сигнала для радарных комплексов Poliscan. Плюс модель оснащена отдельным модулем для детектирования мульторадар. Это один из сложнейших радаров в России. Он встречается в Татарстане. Ну а теперь, как снимает наш Neoline Shadow. День. Картинка днем, как и на многих видеорегистраторах, хорошая. Знаки номера читаются с большого расстояния. Есть небольшие баги, но они не существенные. Ночь. Тут качество падает. Номера и знаки читаются примерно с 4-6 метров. Проявляется зерно. Плохое освещение. Качество еще больше падает. Не хватает четкости и проявляются шумы. Производителю в следующих прошивках нужно поправить видео в условиях плохой освещенности. Если посмотреть видео через специальную программу, то становится понятно, разрешение тут действительно 1920 на 1080 30 кадров в секунду. А вот битрейт 14,2 мегабит в секунду. Это средний показатель. Поддерживается автоматический парковочный режим, чтобы при заглушенном двигателе гибрид сам продолжал съемку на парковке. Но для этого нужно докупить кабель постоянного питания. Лично я всегда ставлю умный режим X-COP. Он сам в зависимости от скорости переключает настройки. Это очень удобно. Информатор работает без нареканий. Все стационарные точки проговариваются голосом. Если начинаете превышать, проявляются звуки и моргания экрана красным. Вот, посмотрите сами. Снижайте скорость. Автодория 60. Камера 60. По излучению также нет никаких проблем. Все комплексы улавливаются. Есть индикации на дисплее. Смотрим. Скат 40. Впереди еще одна камера. Снижайте скорость. Удобно то, что база GPS всегда новая. Обновление выходит ежедневно. База международная. В общем, нареканий на работу GPS и радарного комплекса просто нет. Крепление в машине стандартное. 3М скотч на лобовое стекло. Если ослабить гайку, гаджет можно повернуть хоть на 360 градусов. Питание идет в прикуриватель. При необходимости можно сделать скрытую проводку. Есть быстросъемное крепление, что однозначно плюс. Можно снять и убрать бородачок. Ну и не так много места он занимает на лобовом стекле, потому что корпус вытянутый. Водителю точно не мешает. Давайте по итогу. Как обычно, начинаем с цены. В сети можно найти за 21 990 рублей. В принципе, сейчас все комбо в таком ценовом диапазоне. Прошли те времена, когда не стоили по 15 тысяч рублей. Какие у него есть плюсы? Первое. Неолайн это серьезный бренд. Разработка и сборка в Корее. Второе. Это качество исполнения. Хорошо снимает днем. Хорошая работа радар-детектора GPS информатора. Пятое. Это Wi-Fi управление через смартфон. Постоянные обновления. Быстросъемные крепления, которые можно повернуть хоть на 360 градусов. Из негативных моментов. Есть шумы на видео в плохом освещении. Производителю нужно поправить прошивкой. Простой набор, но дополнительные аксессуары легко купить отдельно. Разрешение только Full HD 30 кадров в секунду. Хотелось бы побольше. Неолайн шаду это современный комбо. Если для вас нужен такой гаджет, можете присмотреться. А на этом у меня все. Что вы думаете про данный девайс, пишите в комментариях. Искренне ваш, Автоплог.